Практически каждый предмет музея в Доронинском хранит историю отдельного человека или семьи. Вот это зеркало, к примеру, было передано жительнице села Ниной Малюковой. Оно ручной работы и когда-то было частью интерьера в доме ее свекров. На этой кровати, которой уже сто лет, спали родители местной учительницы. А вот этот китель принадлежал морскому офицеру, ветерану Великой Отечественной войны, Леонтию Алексеевичу Саранчину. Он ушел на фронт из Доронинского со справкой бедняка. И даже самый незамысловатый сундучок. И тот со своей интересной историей. В 1947 году молодая учительница по распределению Запада ехала к нам сюда, в Забайкалье, на поезде преподавать, учить наших детей. Когда ее мама собирала, она положила ей в этот сундук незатейливый наряд, насыпала ведро картошки, дала таганок и чугунок. И на каждой остановке, когда поезд стоял очень долго, они варили. Даже не успевали порой, по ее рассказам, доваривать картошку. Они хватали этот чугунок, садились в поезд и ехали дальше. На следующей остановке они доваривали. И это ведро картошки и чугунок спасли их от голода, потому что поезд шел дольше месяца сюда они ехали. Музей был организован в 1985 году. К тому времени у многих жителей села еще сохранились предметы старинного быта, одежда, обувь, мебель, которые могут рассказать о промыслах и жизни села с 303-летней историей. Это гребник для чесания конопли. Коноплю выращивали, в каждом селе было конопляное озеро. Коноплю выращивали, ее использовали в мирных целях для вития веревок у нас в колхозе. Уже при создании колхоза в 30-х годах колхоз продавал, как бы развивался, зарабатывал деньги на продажи веревок. Их ввели из конопли. Гордятся в селе и своим гербом, который был учрежден в годы, когда Доронинская имела статус города. Да и само здание, где расположен музей, историческое. В этом доме в XIX веке располагалось самое первое учебное учреждение села – церковно-приходская школа для мальчиков. Церковь же до наших дней не сохранилась. Чудом уцелели лишь две иконы, крест, венчавший ее, купель и старинная Библия. Вначале колхоза сняли, значит, кресты сняли. Потом, значит, позже уже сделали, вначале зерносклад был даже в церкви. Ну, это было, в общем, практиковалось в то время. А потом клуб был. Мы вот недавно нашли материал, что церкви, когда закрывали, вывешивали объявления. И люди могли прийти и взять себе иконы. Но таких, видимо, было очень мало смелых. И поэтому вот у нас, ну, две иконы у нас есть. Уникален музей тем, что здесь собрана коллекция портретов передовиков местного колхоза и выдающихся жителей села, написанных забайкальскими художниками. Вот портрет Василия Зубенко. Он сам изготовил скрипку, игрой на которой заставлял людей и плакать, и смеяться. Музей пополняется и сегодня. Теперь люди несут в основном предметы советского времени. Екатерина Станиславская, Евгений Погорелый, из села Доронинское, Улетовского района.